всех рад приветствовать на канале охот актив и сегодня у нас будет распаковка совмещенная с отстрелом новой продукции от компании ритай а именно малокалиберных винтовок под патрон 22 оставайтесь с нами и вы про эти винтовки будете знать абсолютно все и плюс в конце мы сделаем интересный тест знали ли вы это что наклон оружия влияет на его кучность или на его попадание если вы не подписались обязательно подписывайтесь на наш канал оставляйте свои комментарии мы их читаем мы их смотрим мы их обсуждаем давайте все-таки про сами винтовки это компания винтовки от компании ритта это турецкая компания эта компания довольно таки продвинутая довольно таки серьезная компания в оружейном бизнесе потому что завод занимает огромную площадь плюс того что он это занимает он ее и правильно эксплуатирует там в основном находятся станки чпу сборочные линии и ну и все конечно станки и токарные фрезерные координатные они все чпу что позволяет им делать хорошую качественную точную продукцию ну вот сегодня это и просмотрим перед вами винтовки в двух вариантах и в двух расцветках давайте начнем с охотничьего варианта эта винтовка называется ритай hunter вес имеет 2 килограмма 800 грамм длину ствола 510 миллиметров в стволе находится 6 правосторонних нарезов интересно в этой винтовке еще то что используется вот такой роторный магазин патроны на заряжаются здесь и укладываются в виде улитки они располагаются в магазине и магазин становится квадратным и самое главное не покидает габаритов винтовки он не будет у вас цепляться чем-то задевать потому что десятиместные обычными малокалиберные магазины они занимают много места над под винтовкой здесь также в ствольной коробке находится и затвор продольно скользящий с поворотной рукоятью который у нас производит непосредственно запирание материал ложи орех нанесен нанесено и пропитана матовым лаком здесь уже установлена планка вивера она здесь вклеена и посажена вам только останется подобрать прицел и кронштейн ну а прицел можно поставить коллиматорный можно оптический пусковой крючок здесь довольно таки широкий плюс имеет вот такую геленшировку вам проще управлять спусковым крючком вот такой охотничий вариант давайте посмотрим какой есть спортивный вариант у компании ритай в калибре 5 и 6 здесь вес оружия уже 3 килограмма 400 грамм длина ствола также 510 миллиметров на на конце ствола находится резьба 1 и 2 на 20 уныф довольно таки распространенное в этом классе оружие и в пневматике также располагается роторный магазин на 10 патронов ствол здесь уже имеет более толстый профиль потому что в спортивном оружии не только нужна точность но конечно и масса потому что чем больше массу оружия тем проще с ней все-таки работать на всяких спортивных дисциплинах во-первых меньше отдачи во вторых она устойчивая тем более когда легкое легкое оружие ты во время прицеливания даже ощущаешь подрагивание прицельной сетки ложе приклада выполнены в двух расцветках зеленый вот с такими черными вкрапинками и черный полностью материал приклада полиамид наполненный армированный если можно так сказать плюс еще само построение ложе выполнено так что рукоять находится под 90 градусов относительно линии прицеливания или канала ствола что помогает проще удерживать ее во время прицеливания и управляемость винтовки становится намного комфортней присутствуют антабки затылок резиновый ну в принципе все а теперь по тестам давайте сейчас мы постреляем на 50 метров проверим оба карабина на кучность влияет ли вот этот профиль ствола на качество стрельбы и также постреляем еще на 100 метров и посмотрим кучность на 50 и на 100 а под конец проведем наш тест ну что предлагаю приступить сегодня будем стрелять патронами фирмы фиоки это у нас тт спорт они предназначены для спортивных дисциплин ну в принципе подойдут и для нашей задачи так что посмотрим насколько хорошую кучность покажет на этих патронах наши винтовки по снаряжению давайте сейчас сразу отсыплю патронов как раз на все рубежи нам сделал снаряжаем наш магазин здесь присутствует посередине вот такая про . в которой заходит ранд гильзы вот больше никуда не заходит только вот про . погружаются сюда и чуть-чуть проталкивается вот все и довольно таки быстро все снаряжается подается патрончик чирик 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 и ни одна дичь от вас не уйдет с таким магазинчиком приступаю к стрельбе с вашего разрешения стрелять будем из при той hunter на дистанцию 50 и 100 метров так ну теперь постреляем на 100 метров так здесь спуск довольно таки жестковатый но хода его я не чувствую очень маленький все теперь на очереди у нас от отстрел для карабина ритай спортер все теперь отстреляем в такой же последовательности ритай спортер сначала на 50 метров а потом на 100 да еще в этой модели увеличенный болт кнопка или рукоять затвора чем удобно увеличенную что ты можешь его открывать буквально одним открывать и закрывать буквально одним указательным пальцем затвор двигается легко хорошо последовательно ничего лишнего ничего не мешает на 50 метров мы винтовку отстреляли теперь расстреляем ее на 100 метров до 30 метров так завал винтовки у нас достигнут 45 градусов определяю завал по мишени у нас она расчерчена так выстрел так есть теперь давайте положим винтовку 90 градусов чуть неудобно и так тоже неудобно теперь у нас гангстерский режим винтовки джон вик 90 градусов готов сделать выстрел стрелу мы закончили сейчас посмотрим результаты оставайтесь с нами и результаты вас приятно удивят меня по крайней мере удивили очень сильно так это результат отстрела ритой hunter модель hunter называется для охотников у нас все в пределах 30 миллиметров следующий результат это у нас ритой спортер здесь группа гораздо компактнее и здесь все в пределах 20 миллиметров результат считается хорошим пойдемте посмотрим теперь у нас на 100 метров что получилось дистанция у нас 100 метров и вот результат отстрела здесь у нас три попадания одно пулю в пулю другой у нас попадание чуть-чуть увело на дистанцию 28 миллиметров между крайними попаданиями следующий результат который дал нам ритой спортер чуть-чуть подроски дал возможно это моя усталость возможно потому что я не спортсмен но у меня между крайними пробоинами получается 35 миллиметров так что вот такой результат но две пробоины легли очень близко так что вот такой результат по отстрелу получилось у нас получился у нас у этих винтовок пойдемте посмотрим результаты нашего эксперимента по завалу винтовки так вот такой результат при наклоне винтовки на 45 градусов у нас пуля ушла влево и в районе 10 сантиметров от точки прицеливания но самый интересный результат у нас получился здесь здесь винтовка лежала полностью горизонтально и ушла на 45 градусов вниз ну здесь в районе 20 сантиметров точно от точки прицеливания так что не заваливайте вашу винтовку винтовка от компании ритой ритой спортер ритой hunter получились хорошие надежные винтовки самое главное удобные и с ними легко обращаться даже для начинающего они будут удобны своими девайсами своими нюансами своими технологическими вкладками которые инженеры вложили в этой в эти винтовки но самое главное в этом всем что этот комплекс уже имеет все для начала стрельбы именно нарезным оружием для того чтобы вы познакомились что такое нарезной патрон что такое нарезной карабин и что такое вообще внешняя баллистика баллистика снаряда такого как например 22 лр на нем наглядно все понятно насколько падает пуля как надо обращаться с винтовкой и минимальная отдача импульсность от этого патрона конечно пойдет вам на пользу потому что с этим карабином можно стрелять 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 чем больше будет на стрел тем больше будет опыта тем больше будет тем больше и тверже будет ваша рука но больше сомневаюсь только наверно с возрастом но тверже и медьче глаз это сто процентов и по последнему тесту хочется сказать что следите под каким наклоном находится ваше оружие это немаловажно потому что бывает такое что люди стреляют на охоте особенно с таких неудобных позиций как у дерева например у машины бывает такое тоже но как бы редко встречается и не удивляйтесь что ваша добыча уходит это тест вам показал что любой наклон он все-таки влияет на оружие так что будьте бдительны будьте внимательны и будьте аккуратны с вашим оружием и любите его и она вас никогда не подведет